здравствуйте добро пожаловать на канал сегодня нас с вами ожидает такая рубрика как распаковка и если вы не знали то у меня на канале есть целый плейлист с распаковками там собраны всевозможные товары и игрушки и для ухода за ребенком и для творчества рукоделия в общем список достаточно большой и ссылку на этот плейлист я оставлю в описании под видео так что если вам интересно то обязательно переходите смотрите мне будет приятно если вы напишите комментарий и если вы еще не подписаны на канал то не забывайте это сделать ставьте пальчики вверх чтобы поддержать видео нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления и не только под теми видео на которые вы перейдете но и под этим тоже можете писать свое мнение ну а мы давайте будем с вами переходить уже непосредственно к этой распаковке и мне кажется что у меня на канале достаточно давно не было распаковки именно игрушки так что пора эту несправедливость исправлять итак у нас с вами сегодня вот такой робот представлен и что мы видим с вами на передней панели это уже то что в нем есть светящиеся элементы играет музыка и он может чем-то стрелять далее у нас еще здесь есть с вами указание на возраст от трех лет и старше но я думаю что это вполне оправданно поскольку во первых он может стрелять какими-то мелкими деталями которые естественно дети помладше могут тянуть в рот а или засовывать куда-нибудь например в ухо или в нос а во вторых все таки если что-то стреляет то как правило родители не очень хотят для детей помладше что-то такое все таки хочется чего-то может быть чуть более мирного вот и поэтому потом уже когда детки подрастают то переходят вот к подобной категории давайте с вами посмотрим наверху у нас особо никаких указаний нет но зато при этом есть снизу не так что нам снизу пишут конечно здесь есть маленькие части поэтому беречь от детей младше трех лет сделано в китае и кроме того нам понадобятся с вами три батарейки которые не включены но это более чем логично поскольку для того чтобы была музыка и свет логично что должно быть какое-то питание источник питания может быть разный может быть аккумулятор могут быть батарейки но в данном случае три батарейки давайте будем с вами поворачивать здесь опять-таки никакой информации о а вот эта сторона уже поинтереснее итак демонстрация функций музыка цвет если вы нажмете кнопку вот оно оружие которым он стреляет дальше он могут может ходить соответственно у него двигаются ноги но при этом еще и руки и он создает проекцию видимо во время ходьбы и проекция будет один из этих рисунков но вот я приближу как вы видите на рисунках у нас динозавры и это может быть абсолютно любой из них я так понимаю что проекция наверное только одного рисунка и они не меняются но поскольку выбрать это нельзя то поэтому потом посмотрим что же это будет то ли это будет вот такой динозавр то ли это будет что-то еще и давайте мы с вами приблизим чтобы почитать этикетку и так не предназначен для детей младше трех лет имеет мелкие части здесь у нас есть производитель так что в принципе информация у нас здесь все та же что и раньше ну и вот если вы посмотрите вот тут сбоку у нас видно видимо вставляется вот в эту часть и стреляется поскольку где она вот здесь у нас с вами изображено именно это здесь у нас вот такой топор но вроде бы всю информацию мы с вами изучили самое время теперь это открывать сейчас попробуем аккуратно отклеить скотч и все-таки как-то увидеть робота уже без упаковки вот она у нас коробка открылась так просто мы его с вами не достанем вот получилось и так здесь у нас пустая коробка здесь у нас уже сам робот так и давайте ага здесь у нас с вами вот такая фиксирующая робот деталь сейчас мы это выкрутим и посмотрим оп вот он чудно отлично снялся и так что я могу сказать весит он не очень много ребенок его легко подымет может естественно унести но я бы не сказала что прям он невесомый совсем никак не ощущается нет это далеко не так и вы отлично можете почувствовать вес робота дальше вот внизу у него я думаю вы видите есть колеса собственно видимо за счет этого он находит дальше давайте попробуем проверить но руки двигаются так и на я не буду пробовать доставать в данном случае этот меч хотя меч топор прошу прощения хотя в принципе вот это вполне реально но так из-за этой руки он может стрелять из-за нет поэтому для более устрашающего вида логично если он это будет держать и вот у нас с вами сзади отсек для батареек но сейчас попробуем как-то его открыть ну вот в принципе у меня получилось не могу сказать что это очень легко так что на мой взгляд это большой плюс поскольку ребенку будет не так легко сюда добраться и пожевать хотя будем верить что когда он стал постарше ему это не особо надо и так как нам писали в комплект батарейки не входят ну так оно и есть далее вот эта кнопка с помощью которой он должен стрелять вот она нажимается просто вниз достаточно легко и ничего не могу сказать думаю что ребенок с этим справится и давайте попробуем еще взять вот эти я даже не знаю как это назвать это вроде бы не совсем пули которыми он стреляет вот как то же наверное будем говорить так средство для поражения цели вот сейчас мы попробуем с вами до них добраться хотя бы может быть одну попробуем с вами вставить чтобы узнать получается ли это и так вот у нас чем-то мне булаву напоминает к такую гимнастическую для художественной гимнастики ну вот она вставляется просто вот но почему-то как-то не защелкивается давайте пробовать а вот с таким звуком щелчком она встала на место ну что давайте попробуем нажмем кнопку и увидим улетит ли ну более чем летает конечно хорошо и далеко именно в связи с тем как она летает я бы сильно посоветовала следить за всем этим делом потому что улететь может легко совершенно без усилий вот она раз и улетает это я просто рукой придержала и поскольку это будут делать дети дальше можно просто этого не найти их конечно в комплекте три штуки но я бы не сказала что это очень много я думаю что отдельно это может не продаваться и дальше если их все растерять то тогда к сожалению эта функция будет уже наверное не очень доступна вот что могу сказать на первый взгляд во первых хорошо эта функция вообще никак не зависит от наличия или отсутствия батареек точно так же как вот этот устрашающий вид боевого топора ну и наверное его можно просто покатать все остальное свет музыка проекция и его самостоятельная ходьба я думаю что нам для этого понадобятся батарейки сейчас мы с вами просто проверим как он скользит или не скользит сам по себе но а затем уже будем вставлять батарейки ну что вот видите назад он не особо а вперед он вполне хорошо едет и кстати не глядя на то что у него колеса видите он держит равновесие пробуем еще одну поверхность отлично так он конечно падает это есть слишком его подтолкнула ну вот назад он буксует вперед едет очень легко так что даже если робот будет без батареек то вполне его спокойно может ребенок и катать гладкие поверхности я думаю что более чем доступны ну а теперь давайте вставим батарейки и уже потом посмотрим на него в действии если музыка цвет проекция все-таки хочется его проверить ну что батарейки я взяла давайте будем их вставлять и посмотрим на робота уже в движении 1 2 3 так крышкой конечно закрывать не обязательно в данном случае но мы все таки это сделаем и так вот наша клавиша включена но вы слышите да сразу звук появился лампочки тоже видны ну и естественно то что он двигает конечностями мы с вами тоже наблюдаем сейчас я попробую его поставить и мы посмотрим с вами как он идет ну что начинаем наш эксперимент я надеюсь что он не упадет при ходьбе ой кстати заметьте видна проекция чуть впереди робота у нас видим динозавр ну довольно неплохо на мой взгляд он идет не тормозит нигде не останавливается на ровной гладкой поверхности ему ничего не мешает и он себе спокойно передвигается на мой взгляд вполне неплохо да это не супер быстрые конечно шаги с его стороны но тем не менее вполне неплохо как на мой непрофессиональный взгляд ну что давайте остановим итак мои заключительные мысли по этому поводу итак что я могу сказать об этом роботе все заявленные функции на первый взгляд у него не просто рабочие а и очень даже хорошо функционирующие то есть музыка конечно закольцована скорее звуки чем музыка закольцованы но она не прерывается робот идет руки двигаются проектор есть есть свет мигает здесь здесь на руках в общем все присутствует точно так же конечно же он у нас вот тут стреляет я вам это уже показывала вот но и вот он собственно вполне себе передвигается так что на первый взгляд этот робот мне кажется вполне оправдал все что написано на упаковке кроме того мне хочется верить что он будет интересен ребенку но в любом случае я обязательно это все уже буду рассказывать в полноценном обзоре как только он выйдет ссылка на него появится в описании под этим видео так же поэтому если вы ничего не хотите пропускать то не забывайте подписываться на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать вовремя уведомления ну и конечно же ставьте пальчики вверх чтобы поддержать конкретно это видео и канал в целом но мне хочется верить что ребенку это принесет удовольствие ему будет интересно с этой игрушкой во-первых можно пользоваться теми функциями которые заложил производитель во вторых можно попробовать выдумать что-то самому можно точно так же самому взять его с собой куда-то и так играть переносным скажем так способом перемещать можно по различным поверхностям конечно они должны быть гладкие но тем не менее в общем мне кажется что игрушка должна быть интересной посмотрим насколько будет хватать батареек да и в принципе обязательно в полноценном обзоре я расскажу все детали все нюансы и интерес или абсолютную отстраненность ребенка от этой игрушки так что увидимся с вами в следующих видео до встречи ну там там Субтитры подогнал «Симон»